продолжим сегодня у нас нормальный семинар 1 давайте определимся с чего мы начнем с вами я могу поговорить про общей цель общую нашу цель зачем мы сегодня зачем мы совсем здесь собрались второе это то добьем прошлый пример как нормально собирать можем еще немножко поговорить вообще что такое джава допишется давай проверим пишется и так товарищи с чего начнем а первый мы обсудим что нам нужно сделать второе это добьем пример просто прошлого раза который уже собранный третье мы поговорим про джаву вообще что такое джава и как бы ну окей ну вот мало кто помнит в общем смотрите появился репозиторий на нашего курса поехал в чатике или нет кто-нибудь скинь ссылку можно найти у меня принципе эту информацию в прошлый раз мы пытались бороться со сканерами со сканерами нет обычного языка у нас был не сложный язык но мы хотели понять как в нем вообще что работает как-то не странно так давайте открою папочку я просто сделал нормальную сборку на семейке давайте разбираться на чего так прикрыли приблизительно семейк лист видно или не кто умеет вижу студию блин вот так вот я просто вс код это и так как подключается flex да кто там это мне кажется я знаю где это будет сгиньте потом ссылку я просто хочу поражать с этого и так и так давайте про flex значит семейк умеет автоматически поддерживать flex есть опция fine package который ищет определяет какая версия лексического анализатора у вас стоит у меня стоит домашнем компе последняя версия под маком пока что сборка не починена но мы будем собирать последнюю версию если fix придет под мак мы можем сможем на маке работать с этим пока что там грейднуться придется на одну версию где-то и так как мы даем зависимость нас зависимость my scanner my scanner которая принимает на вход лексер файл лексического анализатора на выход выклевывает нам себе пишет не файлик инку директор из нам нужен для того чтобы все хорошо им кудилась вопрос курсу технологии программирования мы про это обсуждали и дальше мы добавляем собираем экзешник при помощи мэйн cpp и дальше выхода того что нам выплюнул парсер олекси это ничего сложного нет давайте посмотрим примеру раньше у нас был пример с роботом который использовал некоторый набор команд давайте посмотрим на анализ и так смотрите какие опции у нас есть у нас есть опция c++ это важная опция она позволит нам генерить c++ хедер и точнее c++ файл видите лексер cpp то есть он создаст класс это удобно дальше смотрите есть вот это вот оперант это значит что мы будем вставлять участок кода видите то есть у нас тут написан код на плюсах include съезд deal и кутилл стрим include common саж common саж определяет какие у нас токены используются тут разные токены это инты вот а потом отделяется следующая секция в которой мы уже определяем правила анализа вот они вот такие вот значит что мы в нем дело если у нас хелп мы возвращаем токен хелп где мы смотрим токен хелп мы смотрим его вот здесь вот он нас занят единичка под нулевое есть специальность потом если апп то это токен апп если даун токен даун блэф токен лэф райт токен райт экзит токен экзит ну и дальше если . звездочка что означает то может да все остальное мы вводим текст мы вам ошибку вводим текст и возвращаем вера токен здесь к стади ну ну обычно он принимает какой-то поток ну какой-то файл потока и стрим возвращает он возвращает он токен ну и по идее он возвращает и и мы указываем какой инт ему вернуть ну да ну то есть для этого мы и нам создали функция смотрите давайте мы им прочитаем у нас есть функция скан токен а вот эта штука вызывается в сканере ну да ну тут в altru тут несложный пример теперь смотрите значит важная особенность хедер мы пишем сами но то есть нам генерит себе пишет на хедер нам нужен смотрите мы делаем игрек вот смотрите внимательно внимательно у нас в лексер л есть опция игрек крик класс в равно лексер это значит что он нам лексический анализатор сгенерирует по сути реализацию для класса лексер да так где это давайте открою лексера шаш вот и мы должны сделать им куда во первых инклуд flex lexer ну потому что там есть всякие определенные имена дальше смотрите по умолчанию он будет дергать функцию игрек игрек лекс на фарсинга но эта функция какое-то имеет нем немногозначительное название согласны с этим поэтому давайте переименуем мы снимаем игрек игрек декларейшн и говорим что у нас новый 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 игрек декларейшн будет такой лексер скан токен ну и при этом говорим что мы наследуемся от класса игрек игрек flex lexer это класс который вот лежит во flex lexer и для него как раз тоже есть объявление мы объявляем виртуальный деструктор потому что мы наследуемся мы переопределяем какую-то функцию определяем виртуальный деструктор он дефолтный и определяем виртуальную функцию скан токен все внимание мы ее реализацию писать не будем нам нужно сгенерить давайте посмотрим что генерит этот файлик что генерит этот файлик что давайте посмотрим что тут интересного если находит что-то интересное говорить а ну видите тут состояние то есть в принципе тут идут состояние автоматов нет его нет в репозитории он не кладется в репозиторий он генерируется целями семейка да его можно скомпилить то есть видеть есть игорь к игроколог игорь к игроколог но что тортные функции давайте давайте игрек игрек декор посмотрим вот смотрите вот у нас был игрек декор лексер игрек игрек лекс мы его снимаем и потом давайте поищем на игрек декор вот функция игрек игрек декор ее реализация видите тут написано под комментарий за мэн сканер фанкшн вич дал даст ползу ворк делать всю работу вот и дальше смотрите тут есть всякие файлики игрек 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 аут если вы переопределяете эти переменные то вы можете работать с файликом а зависит от того от того что вы указали в опциях если если бы си то это был бы файл звездочка если си плюс плюс это у нас со стаде стрима стаде острее это удобно но вот вот такой вот пример но давайте исправим этот пример так что чтобы у нас по экзиту мы смогли выйти давайте мы сделаем include команд саж потому что нам нужно посмотрим команд саж что нам нужно сделать чтобы выйти из нашего этого из нашей цели ну закончить завершение файла какой токен будет отвечать а ну вот так давайте соберем это все да кстати при сборке видите там есть опции которые которые срабатывают при сборке проекта поскольку второй пример он на бизоне то он сработал на бизоне если бы мы изменили бы файл лексического анализатора он бы тоже сработал итак давайте как запускать то тут давайте откроем так билки давайте убедимся что у нас работает вот видите цели сгнированы итак давайте команда какие у нас есть давайте убедимся что то есть он распознал наш токен он сказал что наш токен возвращает токен экзита и все а какое а не если хотите можно вот кстати вот кстати хороший пример можно написать грамматику которая распознает правила с мортал комбата пишет на выход по талити вот но как бы exit выходит все замечательно то есть это пример пример который показывает как работает лекси то есть мы на вход принимаем какую-то посредственность токенов и на точнее на выход вход входной текст на выход мы выкидываем какой-то токен чего чего ну давай посмотрим не ну потому что здесь обработка немножко такая что он обрабатывает именно построчно там есть разные опции которые позволяют обрабатывать все это дело последний но как бы смотрите тут сделано сделано окей ладно так пример понятен что он делает ну вот как бы это первый пример из прошлого семинара который мы так иначе добили вот то есть вы указываете токены дальше мы можем указывать что он возвращает сейчас я еще вспомню одну вещь ну ладно я вспомню покажу и так кажется мы добили то что было на прошлом семинаре ура так теперь у нас есть опция рассказать немножко про джава а можно про джава значит что такое джава джава это овп язык как ни странно который был придуман 90 годах он сейчас используется для энтерпрайзе на энтерпрайзе систем примуешь там банковская сфера там какие крупные вещи на них работы интерпрайз хорошо ну да но в андроиде это все-таки модификации языка на все-таки небольшая модификация но все-таки это точнее набор библиотек поверх жава по-хорошему говоря вот в чем сущность языка джава там все все реализовываться в классах да ну давайте а так ас в основном не сильно много отличия от c++ там просто главная вещь точка входа определяется да ну каким-то классом сейчас давайте я это конечно будет очень рисковать давайте попробую я надеюсь что у меня лицензия не слетела ну мы хотим же про джава что-то понять вам вообще писать компилятор для языка и джава начнем с этого да что можно сразу видеть давайте нормальный пример сделаю какой-нибудь а давайте нормальный джава просто простой проект hello world напишем с вами так итак значит так это не то итак мы создаем обычно в проекте обычно классики эти файлики сюда здесь мы создаем класс и дальше класс мэй да нет ну то есть это . входа по мне кстати квойт мэйн стрим каркс это орган команд строки итак кс аут да ну потому что ну пока писать паблик статик войдь мэйн как обычно функция мэйн аркс это что у нас а чё о супер итак давайте посмотрим какие типы у нас есть джава смотрите есть типы есть байт там байт игр на 255 да мы не можем присвоить давайте вот так вот вот смотрите значит джаве есть такая сущность что там все кроме примитивных типов является объектом да и примитивных типов идет обертка в в эти объекты то есть есть объект обертка типа int это integer что там что еще есть байт ну соответственно байт дабл дабл ну и так далее то есть так или иначе преобразование между типами происходит в классах а не а а а а не специфики то есть давайте посмотрим какой примерчик как раз который мы сейчас который я написал тут в маркдаун файле вот допустим вот такой вот ну тут немножко специфика другая ну давайте напишем функцию которую факториал считает для этого мы можем создать новый класс классы в принципе такие же факториал факториал там ну и например например паблик и калкувейт калкувейт похоже на правду а а да да хорошо паблик access can be private ну оставим паблик а пожалуйста блин он пойдет вот теперь как вызвать этот объект а а а ну да значит смотрите давайте сделаем следующее нам равно интегер парсинт аркс единичка саут саут ториал саут фак ториал и в него и в него вызываем и в него вызываем нет нет ну то есть мы могли сделать вот так вот класс класс объявляется таким образом ну сразу видно различие что у нас нет указателей в плюсах мы бы сделали это указатели наоборот да тут все как бы как ссылки указатели в этом плане здесь все проще ну ну итак ну форы тут такие же самые давайте я сейчас поменяю конфигурацию запуска давайте запустим можем цикл сделать а тут плюс плюсы тоже работает саут нам вот что он выведет давайте посмотрим 2 3 6 вывел так 2 2 3 3 6 6 это значит нуля то есть аргумент теперь дается начиная с первого можно вынести в принципе вот этот код вот так вот в принципе ничего не поменяется то есть смотрите все практически то же самое по сравнению с и плюс плюс но о чем различия ну функции другие ну ссылки указатели да тоже обертки обертки ну да ну да вот и как бы в принципе нет переброски операторов нет переброски операторов ну ну ладно не оверайт есть давайте с классами допустим есть конечно же только они здесь не делаются не так ну а не переброска операторов давайте создадим класс какой нибудь ну вот давайте создам класс факториал сам который будет считать не факториал а сумму чисел то есть не произведение чисел а сумму как как переопределяется как наследование идет мы наследуемся от класса факториал и да а ну да там и делаем функцию оверрайт и говорим что мы хотим переопределить public int какая функция там была calculate нет нам а ну вот как мы перезагрузим мы перегрузили метод вот кстати в плане ооп с java попроще потому что ну что все плюс плюс что вам нужно указать чтобы перегрузить вам нужно указать что функция виртуальная а после этого только заниматься ну это некоторые заполнительные ну да а здесь есть еще интерфейса вот так ну я вот как раз сегодня первокурсникам объяснил мы сегодня некоторое время тратили на технологии программирования чтобы разъяснить что о чем различны между интерфейсами и абстрактными классами а ну в плюсах ее нету но оно с идеологической точки зрения там так давайте факториал сам сам да я обычно и код ставил тут другой так и давайте сделаем south факториал сам calculate нам и запустим это и запустим это а 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 Что Println принимает? Давайте вот так вот. Нет, там понятно, что есть форматированный вывод. Что, давайте смотреть. Так, давайте думать, что произошло. А, не, все, 1 на 2 на 3 просто то же самое, что 1 плюс 2 плюс 3, поэтому я затопил. Я думаю, что число похоже. Нет, смотрите, произведение 2, а сумма 3. 2 факториала не равно 2 плюс 1. Вот, мы можем переопределять так функции. Плюс еще есть интерфейсы. Это удобная вещь, потому что вы уговорите, что интерфейс какая-то роль, которую можно исполнять. То есть это, если говорить плюсовыми терминами, это что-то, что имеет только прототипы функций. Причем без реализации. Сейчас. Вот, к примеру, смотрите. Давайте я создам интерфейс. Factorial. Вот, смотрите. Я могу сделать public int calculate. Ну, он говорит, что можно удалить. Ну, а теперь внимание. Так вы думаете, что произойдет, если мы сделаем вот так вот? Прошемка компиляции, потому что... В интерфейсе абстрактные методы не могут иметь тело. Да. И теперь смотрите, как этот грамотный код реализовывается. Вы говорите, что у вас есть интерфейс Factorial. Нет, надо его проимплементировать. Как там, control-мышка, да, говорили бы мне? Вот у меня сложно с тактильными. Смотрите, давайте сделаем вот так вот. Вот. И теперь смотрите. Magic. И что вы думаете, сработает? Ну, тогда мы должны реализовать, в смысле, несколько имплементаций. Ну, то есть что, интерфейс, вот у меня... Ну, нет, не знаю, интерфейс, какой-нибудь там... Град, вот у тебя одна реализация, там, на макс. Да. И другая реализация. А если вот не так запрещен, то у вас автоматически что-то выглядит? Не, ну, в зависимости от объекта, он пойдет в реализацию того объекта, где ты это прописал в конструкторе. Ну, какой объект ты создал, то тот и вызовется. Если кто-то высказывает, что вот у меня есть материалы, которые... Ну... А если бы у тебя было несколько реализацийных кейсов, то я бы... Ну, вот оно так и есть. Да, но причем, смотрите, важный факт. В Java можно имплементировать несколько интерфейсов, но можно наследоваться только от одного класса. Ну, это, знаете, это позволяет избежать ромбовидного наследования. А? Ну... Вот. Еще можно вот так вот сделать. Ну, подсказку взял. For each. Тоже работает. Причем здесь это появилось раньше, чем в 11 стандарте. Лесо. Вот, то есть вот такой вот язык. Это такое небольшое введение в Java. А что это мы будем реализовывать? О, мы пришли к следующему вопросу. Итак, поехали, значит. Что мы будем реализовывать? Мы будем реализовывать просто упрощенную версию Java. Значит, в этой версии мини-Java нет пакетов. То есть, видите, тут нет пакетов, но, в принципе, я могу подключить что-нибудь. Там, не знаю, импорт, Java, EO. Принц-стрим, буферит-инпут-стрим, там, буферит-райтер, ридер. Вот эта штука сразу для работы со стадоина. То есть, со стадоина и стадаута не будет. Для стадоина точно не будет. Радуйтесь. Тут я не помню. Сканер есть, по-моему. Точка с запятой. То есть, импортов нету. Это полезно. Значит, дальше. Все поля приватные, все методы публичные. Ну, как бы, не нужно париться с доступами с поля. То есть, там, упрощение, типа, точка X. Если у объекта класса создаете точку X, это значит, что вы вызываете его метод X, а не обращаетесь по полю X. Свойства? Где тересеттеры есть? Где тересеттеры? Есть. Нет, такого понимания нету. Итак, main метод не имеет параметров. И только static метод разрешен. То есть, как бы, args вам не будут передаваться. Ну, как бы, чтобы не перегружать. Съемно статичный? А? Съемно статичный? Наследования пока нету. Это будет advancedVish. Значит, все поля приватные, все методы публичные. Класс метод не имеет параметров. И он может быть только статическим. Ну, чтобы вы... То есть, в классах не может быть функции made. У других классов. Это проще так. Классы не имеют конструкторов. Ну, представьте, вам еще конструктора классов писать. Распознавать, где это конструктор. Это сложная семантическая связь. Между названием класса и конструктором этого класса. Нету оверлодинга, то есть, нет наследования. Но оно будет. Дальше. System.out.println может быть чат только int. Это вы поймете, почему, с чем это связано на следующих семинарах. Потому что... На семинарах и лекциях, потому что это реально сложно. Так. Длина используется только для выражения типа... Типа массивов. Для строк. Ну, и для всяких разных вещей. То есть, это... Итак. Только одномерные массивы. Типы массивов совместимы, если только они имеют тот же саб... Да, хранят одни и те же типы. Ну, то есть, если у вас x квадратные скобки, y квадратные скобки, то x равно... И вы что-то присваиваете, то x равно y. То есть, конвертации типов нет. И так. System.out.println.main и длина... Это ключевые слова. Ну, хотя это не так... Молчайно. Мини-джава использует... И стайл ассерта. Ну вот, например, вот в джаве ассерты, видимо, работают вот так вот. Да, скобочек нет. Это точка запятой забыл поставить. Ну, потому что это сложная конструкция. Парсить. Отдельно. Ну вот. VoidType может быть использован только как... Возвращаемый тип из метода. А что еще? А, по-моему... Не, ну давайте я посмотрю это внимательно. Там для чего-то еще Void может быть использован. Итак. Вот. Это что касается, значит, по синтаксису этого мини-джава. Давайте поговорим про лексические особенности. Значит, идентификатора. Идентификатор. Это последовательность цифр, букв, нижних подчеркивающих, начинающихся с буквы, имена переменных. Заглавные буквы отличаются от нижних букв. То есть регистра... Кейсенсити. Да, не знаю. Кейсенсити. Интегеры. Это последовательность чисел, которые воспринимаются как инт. Комментарии. Комментарии может появиться между любыми двумя токенами. Это работает. Да. А? Ну да. Итак. Комментарии. Звездочка-решетка-решетка-решетка. Ой, звездочка... Как это называется? Слэш-звездочка и звездочка-слэш могут расширяться на более чем несколько строк. Это нужно обрабатывать. Другая комментария. Это слэш-слэш, который идет до конца строки. Ну. Ну и тут вот примеры программы. И дальше идет грамматика. Вот это вот всего. Это форма Бекус и Наура. Обычно задается она таким образом. Смотрите. Наша цель, первая, которая заключается в следующем, это написать интерпретатор для этой штуки. Для этой грамматики. Интерпретатор. Мы должны построить грамматику при помощи грамматического парсера и выполнить код, какой он есть. Не компилируй его. А вы будете там строить про СТЭП? Будем, но не сейчас. Мы вообще про СТЭПа говорим, наверное, на следующем семинаре детально. Что это такое и как его строить. Может, первая стадия это написать... Научиться хоть как-то исполнять эту вещь. Это не наивно. А? Просто подрядно. Ну да, наивно. Пока что наивно. Потом мы будем строить для этого синтоксическое дерево и его обрабатывать. То есть это первый чекпоинт. Так что те, кто писал интерпретатор на формалках, возрадуйтесь. Ну, не копипастный, там был другой язык. Ну да, соответственно, для интерпретаторов вы можете сказать, что у вас пока что есть один класс в программе. Ну, просто потому что несколько классов воспроизводить сложно в интерпретаторе. Ну, то есть, по сути, что класс это у нас начало программы. Функция main идёт в самом конце. И все функции уже до этого объявлены. Ну, чтобы не было лука вперёд, то есть, допустим, мы можем, в принципе, сделать следующее. Ну, к примеру, можем вот. Ну, то есть, вот такой конструкции не будет. Вот такой вот. В чём проблема для интерпретатора? Надо заглядывать вперёд. Надо заглядывать вперёд. Давайте будем считать, что у нас нет заглядывания вперёд пока что. Мы считаем, что вообще для любых функций, если бы использовать, надо обязательно раньше объявлять. Да, да, да. Ну, то есть, такие вот стадии, чтобы у нас не было проблем. А потом мы это начнём обрабатывать. Когда мы уже начнём строить для этого дерево, тогда мы уже сможем обрабатывать эти инструкции. А нет пэкеджей? Нет пэкеджей. У нас вообще нет многофайловости. Нет, нет, никакой многофайловости. Хотите, можем внедрить. Да, хорошо. Ну, как бы почитайте, посмотрим. Значит, смотрите. Есть сейчас вопросы? Давайте зададим вопросы. Это делать, ну... Давайте такой, soft deadline две недели поставим. Потому что, смотрите, чем раньше закончите эту стадию, тем дальше у вас будет следующая стадия. Потому что иначе нам нужно сколб закрыть до конца семестра. Это soft deadline, то есть это deadline, который... Если вы умещаете срок этого deadline, значит у вас всё хорошо. Да, я напишу их. Да, я напишу их. Ну, тут полная грамматика. Тут просто в маркдауне она открыта, неудобно. Там её поправить надо. Рекс-драфт. Вот, видите? Немножко поехало всё, но... Как бы, вот тут вот нужно всё. Давайте я поговорю, что нам нужно ещё для того, чтобы этот интерпретатор написать. Мне кажется, я вам что-то ещё не рассказывал. Да, я не рассказывал, что такое бизон. Да. Это... Ну, смотрите, у нас есть лексический анализатор. Нам нужно теперь синтаксический анализатор получить. Да, давайте синтаксический анализатор произучаем. Значит, сегодня у нас синтакс языка попроще. У нас будет сегодня именно такой арифметический интерпретатор. В котором есть операции. Какие? В нём... Давайте я вам примеры программы лучше покажу. А где build? Ну, покажите мне build. Вот программа. Вот пример программы. То есть у нас есть присваивание переменных. Работаем с синтами. Ключевые слова one и two за это зарезервировано. Это обозначает значение 1 и 2. Нам нужно вывести значение выражения, которое получается в конце. Давайте изучать. Значит, нам нужен сканер. Сканер сложный. Да, видите? Поэтому давайте начнём... В общем, есть три части. Первая это сканер, вторая это парсер, третий это драйвер, который занимается исполнением, вызовом парсинга. Значит, начнём... С функцией main. У нас есть драйвер, мы создаём драйвер и дальше определяем параметры. Это параметры для того, чтобы вызывать в верболс режиме парсинг и сканинг. Это main вот этого вот всего штуки. То есть, если мы скормим main и подадим путь к файлику, то он исполнит этот файлик. Что он исполнит? Вот этот код, который я показывал. Да, да, в моём псевдоязыке. Он вычисляет значение... Он создаёт драйвер, объект драйвера. И дальше говорит, что либо мы устанавливаем опции через args, либо мы вызываем функцию парс. Парсим от файла. Парс? Как это подразумевает? Парс себя в трёх, просто... Ну да, он будет вызывать функции для сканинга и для парсинга. Вот, вот, пример, вот так вот. То есть, он обычно принимает файл на вход. И дальше работает с ним. Да. Ну, то есть, это функция, которая вызывается при начале сканирования файла. Это функция, которая вызывается при конце сканирования файла. Причём мы вызываем стороннюю функцию от парсера. То есть, вот эта функция, это функция парсера, который сгенерирует нам правила. Что, непонятно? Ну, надо же, наверное, эту программу дома оплатировать. Вот эту? Нет, ну, ту, которая... Ну да. Поэтому мы скармливаем файл ему. И делаем скармливаем. Вот, какая часть этой функции, это... Вот, видишь, функция парсер вызывается. А, парс... Парсер идёт сканирование, потом... Видишь, return парс. И вот, видишь, тут дальше начинается дичь. Вот это вот. Вот тут правила грамматики. Тут, видите, для тех, кто знаком, тут есть переносы, свёртки и всякая прочая дичь. Ну, то есть, вот этот файл не я писал, догадайтесь. Понятно. Ну, просто вызываем. Вызываем вот эту вот вещь, и она работает. Давайте перейдём к коду парсинга. Код парсинга пишется приблизительно вот таким вот образом. Это бизон. Это синтаксис бизона. Да, мы можем указать тип грамматики сразу. Который... Тип парсера. Ну, каким парсингом мы будем пользоваться? Вот здесь и пользоваться LR1, к примеру. Ну, полгода. А? Вот, посмотреть. Тут уже тоже LR-либит. Ну. Ну, типа, там можно ли бы G. Там есть G и LR ещё парс. Да, но G LR по умолочению получает 255. Ну, да, поэтому давайте воспользуем сразу LR1. Дальше мы можем указать минимальную версию. Я указал 3,5. Это одна из последних версий. У меня 352 стоит. Давайте будет жить на месте. Дальше мы можем Define определять. Значит, смотрите. API Token Constructor что делает? Он будет... Когда вы будете вызывать токен, там вызывается метод. Именно как сконструировать этот объект. Ну, вы увидите это дальше. API Value Type. Есть два типа. Есть Union, есть Variant. Это неудобно, но вам нужно хранить кучу-кучу указателей. Что такое Union? Кто знает? Хранить разные значения типов. Разные типы. Да, да, да. Вот, но это как-то по-олдовому. Ну, слишком по-олдовому. Да, но причем... Там написано у авторов Бизона, почему они не используют STD Variant в классическом его понимании. Они где-то остановились между 14 и 17 стандартом. На этом пути. Да, сейчас. Давайте я даже открою это. Где-то писали прямо это. Да, давайте. Да, соответственно, пример вот здесь, который есть, он разбирается. Вот. C++ Variants. Ну, то есть мы можем Union задавать вот так вот переменные. Видите, стд-стринг звездочка. Указательный стд-стринг. Ну, это извращение, ну, согласитесь. Ну, иначе с конструктором ничего не знает. Да, поэтому мы можем просто сказать, что это токен int, он number. И токен int, он string. И все. Как его... Тут есть конструктор. Ну, они... Ну, они говорят, это делается из обратной совместимости. Ну, как всегда. Ну, да. Ну, там вообще сложно, потому что если использовать не последнюю версию Бизона и попытаться скальпилировать по 17 стандарту, у вас ничего не получится. Потому что ключевое слово регистр используется, которого нет в 17 стандарте. Ну, 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 ну. Ну, вот. Дальше. Давайте дальше. Значит, что интересного в этом коде еще. Видите, код. Процент код здесь указывается именно куски кода, которые мы используем. Смотрите. Include string. Ну, для того, чтобы стрелки работают. Потому что у нас токены. Класс драйвер точка с запятой. Скажите мне, что это такое? Да. Forward declaration класса. Потому что, чтобы не было циклической зависимости. Между этим всем. Но они нужны, потому что там снизу реализация некоторых функций есть. Дальше. Парам. Драйвер дрв. Это видели? Мы функцию yy parse передавали с вами объект this. Видите? Сейчас покажу. Где это было? Драйвер cpp. Видите? Мы вызывали парсер от звездочка this. Мы пока что это интерпретируем. Потому что мы будем исполнять это на лето. Драйвер. Да. Ну, функция parse. В зависимости от тех команд, которые мы пропишем в условиях парсинга. Он будет либо интерпретировать, либо уходить на новую стадию. Но вообще эта штука транслирует код из одной сущности в другую сущность. Да, да, да. Он, по сути, каким-то образом транслирует. А то, как мы эти трансляции будем применять, как интерпретацию, либо трансляцию в следующую стадию компиляции, это нам решать. Так, а где этот пример? Скажите мне, пожалуйста. Так, вернемся в Y. Дальше. Это указывается, что мы будем отслеживать. То есть, это позволяет нам использовать, посмотреть, как это в дебаге работает. Как теперь у нас свертка работает, алгоритм. Дальше. Опять. Включаем драйвер HH. Тут это форма declaration у нас работает. Дальше. Смотрите. Токены. Это интересная вещь. Помните, мы, когда пользовались чисто лексером, мы сделали Yenam с токенами. Здесь можно не использовать это, можно просто указать процент токен. Он сам создаст Yenam. Он умеет вызывать лексер, да. А, он вызывает лексер. Да, он вызывает лексер по ходу дела. С каким-нибудь. Ну, да, там, я покажу код лексера, как он связывается с кодом парсера. То есть, он делает, он генерирует то, что мы руками писали. Ага, да. Смотрите, токен END 0. Вот это значит, что мы закончили работать с файлом. У него смысловое значение END OF FILE. Assign. Точка равно. Да, двоеточие равно. Минус это минус, плюс, плюс. Стар звездочка, слэш, слэш. Lparm такая, Lparm такая. Дальше. Токен STD String Identifier. Lparm это уже, видите, идентификаторы, которые имеют строковый тип. И туда уже можно будет присваивать всякие разные значения, которые будут храниться по лету. Токен INT. Это число. Вот. И дальше. EXP это что у нас? Ну, и указываем, что у нас есть сложный тип, который работает с интами, это у нас EXP. Угу. Ну, это на самом деле не основные вещи. Давайте я расскажу про основные вещи, чтобы было понятно. А вот эту, вот, это была подготовка к символу. Дальше идут 2%. И как вы думаете, что у нас происходит здесь? Грамматика задается. Мы указываем стартовый символ. Стартовый символ это юнит. Угу. Да. Дальше. Юнит. Что у нас юнит делает? Какое у нас правило у юнита? Assignment sex. Присваивание числа. Ну да. Assignment sex. Да. То есть у нас тут присваивание идут. Сами присваивания это либо пустая строка. То есть у нас строка может быть как одно выражение. Вот это вот, вот это на самом деле обработка последней строки. Видите? EXP. То есть у нас идет сначала куча присваиваний, потом идет выражение. Где у нас A.in с вами был? Вот, видите? Куча присваиваний, потом выражение. Мы считаем, что все присваивания нормально возле? Да. Граматика такая. Вот. Потом идет у нас выражение. В котором мы потом говорим, что наш результат выражения это то, что посчиталось во втором аргументе. Доллар 2 это значит, что у нас вот этот вот используется то значение, которое у нас было накоплено вот здесь, в EXP. Дрв это объект, который мы передали в парселку. Это наш драйвер. Мы в него запишем результат. Видишь? Дрв... Где тут результат? Видите? Вот мы в переменную результат запишем значение необходимое. А? Да, int. Мы с винтами работаем. То есть мы считаем выражение? Да, мы считаем значение... Да, в скобках у него написано, что у него антидарды выполняется. Оно выполняется, как только парсер нашел это правило. Что он распознал, что это правило принадлежит грамматике, и на этой стадии он его выполняет. То есть он сразу, как только построил дерево разбора, он сразу его выполняет. Это важное требование, то есть вы не можете считать заранее заданный порядок этих операций. Вот это критично. Вот. Это просто правило, как оно идет по дереву. Итак, смотрите. Дальше. Что у нас есть? У нас assignments могут быть либо пустыми, либо assignments assignment. Вот это вот что значит? Как это можно задать? Вот эту штуку. Что это означает? Assignments, assignments assignment. Список ассайментов. Циклическая зависимость. У нас assignment может раскрыться в себя и... Еще. Да, еще оно. Дальше. Как у нас выглядит assignment? Да, идентифайр. Видите, вот этот вот идентифайр. Мы обозвали его. То есть он... Мы получим этот идентифайр. Мы знаем, что он D-string. Поэтому мы в drv.variables от этой штуки присвоим значение, которое идет по вот этому токену. Видите, тут нумерация какая. Вот это первый аргумент. Вот это первый токен. Первый символ грамматики. Неважно терминал или не терминал. Это второй символ грамматики. Это третий символ грамматики. А? Поэтому то, что у нас в идентифайре, это первый символ. А то, что в exp, это третий символ. Процент-процент это то, что возвращается как результат. Это мап? Да, мап. Мы его объявляли. А? Набор переменных. Ну, хочешь, сделай хэш-мап. Сделай pull-request, будет хэш-мап тебе. Дальше, смотрите. Вот это вот интересная вещь. Процент-left. Мы ее будем детально обсуждать на следующей лекции. Э, Лир, у нас какой алгоритм? Правосторонний. А операции у нас как выполняются обычно? Слева направо. Это исключение? Ну, мы говорим, что эти операции левоассоциативные, поэтому их нужно применять в порядке слева направо, а не справа налево. То есть, мы их так и не там возьмем облево. Ну да, то есть, что вот у нас такое выражение. Х-минус у плюс з должно считаться как х-минус у плюс з, а не как а не как х-минус у плюс з. Понятно, в чем разница? Ну, как бы у нас операции немножко в разном порядке идут. Вот. При этом, что у нас происходит? К чему равно у нас выражение? Это либо число, либо идентификатор. Ну, это присваивание. x равно y. Значит, мы должны достать значение из переменной из variables и вставить его сюда. Дальше. Сумма двух выражений. Но поскольку мы сказали, что вот это interm int, то значит, мы знаем, что за эту штуку будет отвечать int. Поэтому мы можем спокойно сложить эти две вещи. 2 доллара это значит? 2 доллара это возвращаемое значение. Минус умножить поделить, но понятно. Да. Теперь, как вызывается y, y-lex? Давайте посмотрим. Видите, тут есть y, y-lex. Вызывается от драйвера функция сканирования. В ходе парсинга. Значит, мы должны как-то связать сканеры parsers. Как же это делается? Давайте посмотрим код сканера. Вот это опция сканера. Дальше, смотрите, в чем мы можем. Мы можем под каждый тип токена указать, как мы их парсим. Ну, то есть, регулярку. Видите, идентификатор, к примеру, мы распознаем вот такой регуляркой. И ты можем распознать такой регуляркой. Пустые символы можем распознать такой регуляркой. Вот эта вот штучка говорит, что мы код можем запускать каждый раз, когда у нас паттерн замачивался. Ну, это специальные переменные. Итак, смотрите, здесь еще есть важная опция. Да. А? Ну да, можно. Кажется, можно без нее. Значит, дальше. Дальше, есть еще специальное обозначение. Y, Y, Location. Вы можете отслеживать положение переменных. Где у вас выполняется сейчас код? Вы можете отслеживать, в каком месте вы сейчас находитесь выражение. Ну, допустим, у тебя ошибка компиляция случилась. Тебе же нужно, где она случилась? Строка или компиляция? Да, строка. Давайте посмотрим, тип Y, Y, Location. Так, его нужно смотреть не здесь, его нужно смотреть вот здесь. Location. Ой, класс Location. Позиция начала, позиция конца. Позиция. Имя, линия, столбец. То есть, Лек смеет, точнее, Бизон умеет хранить эти вещи. Итак, где мы, где мы были? Ну, в сканере были. Вот. Значит, смотрите. Если у нас что-то встречается пустое. Видите, пустые символы. Мы просто передвигаем каретку с символами. Location Step. Вот, видите, мы подставляем то, что у нас подошло под Алексееву Бланк. Угу. Дальше. Если у нас встречается Backslash N, то мы должны передвинуть ее на новую строчку. Ну, LockLine с функцией. Если у нас встретился минус. Ну, это пример такой с минусами, который показывает, что происходит. Это можно, в принципе, закомментировать. Сущность в том, что мы теперь должны связать. Сказать, какой токен мы нашли. Вот у нас сканер вызвал, что у нас минус. Да? Замачивался минус. Вспоминаем, что у нас в Бизоне был токен под названием минус. Видите, минус. Мы должны сказать, что парсеру, что мы сделали минус. Make, подчеркивание, минус. То есть, вот эти вот минус и вот этот вот минус, это одно и то же. Угу. Где? Давай посмотрим. Вот, это в сканере. Сейчас. Давай посмотрим. Вот. А в парсере есть в хедере заголовки для этих штук. Да. Вот. Вот. Итак, где мы сейчас? В сканере, да? Ну и таким образом мы можем... Make-Minus, Make-Plus, Make-Star, Make-Slash, Make-L-Paren, R-Paren и так далее. То есть, мы создаем токены, которые кушаются на ход парсеру. Дальше. Вот это вот странная вещь, симптом. Потому что он обычно ожидает, что мы будем возвращать тип немножечко другой. Потому что number у нас что? Внимание. Number это у нас int. То есть, у нас функция Make-Number принимает int на вход. Значит, нам надо с трокухка стануть к int. Да-да-да. Ну да, можно... Да. И Make-Indentifier тоже, в принципе, работает. А Make-Indentifier мы тоже должны вызывать немножко другими вещами. Потому что у него есть тип std-string. И мы передаем текст, который мы получили от сканера. Ну и если нет, то мы кидаем syntax error. А если что, им конец файла, ну, заканчиваем это все дело. Итак, нам нужно разобраться с двумя проблемами. Как делать int. Из string int. Ну, здесь страшный код. Его надо отрефакторить. Моя цель его отрефакторить. Я копипастую с примера сделал. Вот эту штуку, нормальный код, кастование к int сделать. Вот. Ну, типа, тут проверяется, что еще, типа, чиселки нормальные. Вот. Make-Number есть. А теперь внимание. Почему вот эти две функции, видите, driver.scan.begin и driver.scan.ent находятся здесь. Они в реализации файла драйвера. Как вы думаете, почему? Потому что здесь есть переменные, которые нам нужны для islexa. Это yykin, это указатель на файл. То есть он, yykin, у нас это поток, который создается. Мы должны указать, откуда мы читаем файл при парсинге. Откуда мы читаем данные при парсинге. Ну, это сделается здесь. Плюс еще, видите, yyflex-debug устанавливается опция. Которая тоже мы знаем в драйвере. Открывается файл, и потом, когда мы заканчиваем сканирование файла, мы его закрываем. Ну, то есть, в принципе, эти заголовки можно, заголовок можно пользоваться. Так, вот это весь пример. Значит, что тут можно, что тут можно интересного увидеть? Давайте посмотрим что-нибудь, какой-нибудь из этой вещи. Будем смотреть? Что? Что угу? Не хотите? Допустим, мы можем посмотреть... Дрв, локейшн, где у нас там? Так, что? Так, дрву локейшн. Сейчас, последний момент. Я найду этот файл. Локейшн, где чтого. Локейшн, где чтого? О, драйвером, поедино. Ладно, так. Секунду. Локейшн. begin, begin, begin column. Сейчас. Значит, смотрите, мы можем что сделать? Мы можем, допустим, для выражения вывести, где оно находится. Так, давайте компилим. Это последнее, что мы с вами сделаем. И запустим этот example. Вот. То есть, можно, в принципе, выводить. То есть, он увидел, что... А? Да. А? Да, да, да. Ну, то есть... А? Не-не-не, это с первого по шестой. Как бы, когда мы встречаем... Да, что вот эта вот штучка, он распознал по первым шести символам, что это происходит. Ну, как бы, можно поизучать, в чем location заключается. Тут можно begin line сделать. И тут end line. И тогда вы увидите, что... Да, что одно выражение было на второй строчке, а второе... На первой строчке, а второе было на третьей строчке. Вот так вот. Ладно, я думаю, на сегодня хватит. Как бы, ну... В целом, советую поизучать пример, я его еще допилю, и... Будет лок. А мы с вами начнем писать интерпретату. Начнем, по крайней мере, работу. Все, ладно, всем... Всем спасибо.